Фестиваль «Видное. Город читающий» проходит уже в десятый раз. Начался он с проведения викторины, где участникам было необходимо ответить на ряд каверзных вопросов. Но запланированы и другие мероприятия. Каждый день в библиотеке, начиная с сегодняшнего понедельника по воскресенье, каждый день мы ждем наших читателей на какие-то вот такие интересные вещи. Команда девочек называется «Дельфины». Мальчики выбрали себе название «Ленин». Кто первый поднимет флаг, тот и отвечает. По какому виду спорта виденская команда, единственная в Подмосковье, православие города, Ленинский район, а весь Советский Союз России на сегодняшний день подняли? Пожалуйста. Мотобол, конечно. Особые испытания по старинным фотографиям узнать место в Ленинском районе здесь показывали и горки Ленинские, и Расторгуевы, и, конечно, старые улицы Видного. Улица какая? Садовая. Нет. Это Горько? Нет. Не узнаете? Да ты сейчас не все улицы переберешь. Улица школьная. Несмотря на некоторую сложность, именно такие вопросы нравились детворе больше всего. Впрочем, организаторы постарались сделать так, чтобы вся викторина была увлекательной. По-разному было, ну, сложно, не сложно. Больше всего мне понравился вопрос, ну, вопросы, где нам показывали фотографии, мы должны были угадать, ну, название улицы, название памятника. Были, конечно, некоторые сложности, но о том, ну, что я знаю, я, в общем, интересно было вообще на все вопросы отвечать, все узнавать новое. Сложно, но весело, вопросы мне понравились, вот, смотреть на картинки, отвечать, что на них было нарисовано. А вопросы так и сыпались. В честь кого названа улица Гаевского, что символизирует герб города Видное, в каком году образовался Ленинский район. Вопросы звучат довольно каверзные. Справедливости ради стоит отметить, что не каждый взрослый житель муниципалитета смог бы ответить на многие из них. Но ведь цель этого мероприятия не только проверить знания о родном крае, но и узнать что-то новое. И нового узнали действительно немало. Это показал и опрос участников сразу после викторины. Как у нас называется железнодорожная станция и в честь кого она названа? В честь Расторгуева. А кто был Расторгуев? Купцом. Ты помнишь, какая волшебная птица была символом московского коксогазового завода? Да, помню. Птица Феникс. А где же находится у нас фонтан с мостиком? Около... в детском городке. На фестивале Видное, город читающий рады всем, а его кульминация обещает быть особенно запоминающейся. Праздник читателей, который состоится в пятницу. Здесь, в центральной библиотеке, где будет парад читателей, наши юные читатели придут в каких-то образах своих, они поделятся своими девизами, речевками. А дальше их ждет занимательное такое развлечение, где-то тоже мастер-классы, фото-зоны, маленький квест. Так что мы с удовольствием ждем всех. Праздник состоится в 13.00, так что если дружите с книгами, приходите обязательно. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.